Принц-самозванец Принц-самозванец Долго стоял Лобокан перед зеркалом, любуясь блеском вышивки и переливами бархата, и, вообразив себя самым настоящим принцем, решил отправиться в дальние края. По дороге к нему присоединился незнакомец и попросил разрешения продолжить путь вместе. Он оказался веселым юношей и сказал, что зовут его Амаром и путешествует, дабы выполнить наказ, данный ему дядей на смертном одре. А Лобокан не стал рассказывать о своих обстоятельствах, дав понять этим, что происхождение он знатного. Молодые люди пришли друг к другу по вкусу и продолжили путь вместе. На следующий день их совместного путешествия Лобокан спросил своего спутника о наказе, который тот должен был исполнить, и очень удивился рассказу. Эльфибей Каирский Паша воспитывал Амара с раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. Но когда на Эльфибея напали враги, и после трех неудачных сражений смертельно раненому Пашея пришлось бежать, он открыл своему воспитаннику, что тот не его племянник, а сын могущественного государя, который из страха перед пророчествами своих звездочетов удалил юного принца от себя, дав клятву, что увидит его только в день его 22-летия. Имени отца Эльфибей так и не назвал, но твердо наказал прибыть на пятый день будущего месяца Рамадана, когда им как раз исполнится 22 года, к знаменитой колонии Эльзируя, что в четырех днях езды на восток от Александрии. Там он увидит людей, которым вручит данный ему Эльфибеям кинжал, сказав «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят «Хвала пророку, сохранившему тебя», то он должен следовать за ними, и они приведут его к отцу». Портняшка был очень удивлен всем этим рассказом. С этих пор он стал смотреть на принца Амара завистливыми глазами. Он стал сравнивать себя с принцем и с трудом признавал, что у того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, красивые черты носа, мягкое приветливое обхождение, словом, все внешние достоинства, какими только можно было расположить к себе каждого. Но даже видя у своего спутника так много достоинств, Лобакан все же считал, что такая личность, как он, может показаться могущественному государю желаннее, чем настоящий принц. Подобные мысли преследовали портняшку Лобакана весь день. С ними он и уснул на очередном привале. Когда же он утром проснулся, и взгляд его упал на спящего рядом с ним Амара, которому ничего не мешало спокойно спать и греться об уготовленном ему счастье, у него зародилась мысль, хитростью или силой добиться того, в чем ему отказала неблагосклонная судьба. Кинжал – это отличительное доказательство возвращающегося на родину принца. Был заткнут за пояс спящего, и Лобакан потихоньку вытащил его, чтобы вонзить в грудь хозяина. Однако мысль об этом возмутила миролюбивую душу Портнова. Он был рад тому, что смог завладеть кинжалом. Он сразу же оседлал резвую лошадь принца и ускакал прочь. А когда Амар проснулся, увидел, что его вероломный спутник успел опередить его уже на много миль. Ограбление принца произошло как раз в первый день священного месяца Рамадана, так что у Лобакана было еще четыре дня, чтобы в назначенный срок явиться к Эльзерою. Лобакан очень спешил, так как боялся, что настоящий принц его нагонит. К концу второго дня он издали увидел колонну Эльзеруи. При виде ее сердце Лобакана забилось сильнее. Нечистая совесть вселяла в него некоторое смущение, и он уверенно направился к своей цели. У подножия холма шестеро мужчин стояло вокруг важного старца. На нем был великолепный парчевый кафтан. Белый тюрбан, осыпанный драгоценными каменями, что свидетельствовало о его высоком сане. Лобакан подошел к нему, низко поклонился и сказал, протягивая ему кинжал, заветные слова. «Я тот, кого вы ищете». «Хвала пророку, сохранившему тебя», – отвечает старец со слезами радости. «Обними своего отца, сын мой Амар». Чувствительный партняшка был очень растроган этими словами. Он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом. Вместе с отцом Лобакан отправился во дворец. Наконец они прибыли во владение султана. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором. Она не видела сына с самого дня его рождения. И когда портного представили султанши, в зал ворвался принц Амар, преследуемый стражниками. Задыхаясь, упал он под ножью трона. «Вот мой сын и никто другой!» – закричала султанша, указывая на Амара. Султан приказал силой вытащить несчастного Амара из залы. Сам же с Лобаканом проследовал к себе в покое, полный злобы на султаншу. Султанша очень горевала из-за случившегося. Она не сомневалась, что в вещих снах видела того несчастного юношу. Немного успокоившись, она стала обдумывать, как бы убедить султана в том, что он неправ. Это было нелегко, но одна умная старуха поделилась одним средством. Совет пришелся султанше по вкусу, и она сделала вид, что уступает султану и готова признать сына, но только назвала условия. «Мне хотелось бы испытать ловкость обоих. Пусть каждый сошьет по кафтану, и мы посмотрим, кто сделает лучше». Султану это условие показалось забавным, и он согласился. Обоим отвели две комнаты, одну для принца, другую для портного. Там должны были они показать свое искусство. Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын. Но и у султанши тревожно билось сердце. На третий день Лобакан развернул свое изделие, а Амар с негодованием бросил на пол шелк и ножницы. Меня учили обуздывать коня и владеть саблей, а не шить кафтаны. «О, сын моего господина!» – воскликнула султанша. «Дай мне обнять тебя, дай называть тебя сыном». «Простите, мой супруг и повелитель», – обратилась она к султану, – «что я схитрила. Разве вы теперь не видите, кто принц, а кто портной?» Султан задумался. Он недоверчиво поглядывал то на жену, то на Лобакана, который усердно скрывал смущение, что так глупо выдал себя. «Этого доказательства недостаточно», – сказал султан, – «но я знаю способ выяснить, обманут я или нет». Он вскочил на самого быстрого коня и поскакал к лесу. Там, по древнему преданию, жила добрая фея по имени Адальзаида. Она часто в тяжелые минуты приходила своим советом на помощь многим государям его рода. Туда-то и поспешил султан. Когда султан прибыл на место, один из кедров раскрылся, и оттуда вышла окутанная покрывалом женщина в длинном белом одеянии. «Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан. Намерения твои чисты, посему я не откажу тебе. Вот две шкатулки. Возьми их, и пусть каждый из юношей выберет свою». На обратном пути султан гадал, что бы могло быть в шкатулочках, которые ему так и не удалось открыть. Надписи тоже не помогли разгадке. На одной шкатулочке стояла честь и слава, а на другой – счастье и богатство. Вернувшись к себе во дворец, он призвал султаншу и сообщил ей мнение феи. Она преисполнилась сладостной надеждой, что тот, кому лежало ее сердце, выберет нужную шкатулочку. Султан приказал обоим выбрать одну из двух шкатулочек. В шкатулке честь и слава, выбранной омаром, лежали на бархатной подушке золотая корона и скипетр. В шкатулке лабакана – счастье и богатство, большая иголка и немного ниток. Посрамленный, униженный, бедный портной лабакан был изгнан из дворца. Со шкатулкой спустился он в конюшни султана и отправился обратно в Александрию. Вся его жизнь в роли принца показалась ему сном, и только чудесная коробочка, богатая, украшенная жемчугами и алмазами, доказывала, что то был не сон. Прибыв в Александрию, он подъехал к дому своего хозяина и вошел в мастерскую. Хозяин не сразу узнал портняшку, поэтому и принял очень церемон. Но когда разглядел, собрал своих учеников, и те поколотили и выгнали лабакана. Избитый и истерзанный, сел он на лошадь и поплелся в караван-сарай. Там лабакан преклонил свою усталую, разбитую голову и задумался о земных страданиях, о заслугах и о ничтожности и непрочности всех благ мирских. Так он и уснул с намерением стать просто порядочным человеком. А утром лабакан продал за большую цену свою шкатулочку, купил себе дом и открыл там мастерскую. Над домом он прибил вывеску «Лабакан – портняшный дел мастер». Затем взялся за иглу и нитки, что оказалось в шкатулочке, и принялся штопать кафтан, который так жестко и задрал на нем хозяин. Кто-то отвлек лабакана от работы, и когда он снова хотел взяться за нее, что за удивительное зрелище представилось ему? Игла усердно шила дальше, без всякой посторонней помощи, и делала такие тонкие искусные стишки, каких не делал и сам лабакан в свои минуты удачи. Поистине, даже самый незначительный подарок доброй фее обладает великой ценностью. Но дар этот имел еще и другую ценность. Вот какую – моток ниток никогда не заканчивался. С той поры у лабакана появилось много заказчиков, и скоро он простыл по всей округе самым знаменитым портным. Он крыл одежду и делал первый стежок своей иглой, а дальше та проворно шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова. Скоро все в городе стали заказывать новые наряды у портного лабакана, ибо он работал прекрасно и брал очень дешево. И только одно смущало жителей Александрии, а именно, что он обходился без помощников подмастерьев и работал при закрытых дверях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok